Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Санкт-Петербург. Основная причина – уход от внимания контролирующих органов, кредиторов и контрагентов, говорят в налоговой службе. Чаще всего так поступает бизнес, использующий различные схемы уклонения от налогообложения. При этом в налоговой отмечают, что при постановке на учет в другом регионе обязательно запрашивают со сведения с предыдущего, поэтому уйти от обязательств методом миграции не получится. Программа Экономика. В регионе хотят развивать самолетостроение. Тему обсудили на заседании Рекоделения Союза машиностроителей. Идею озвучил гендиректор завода Лепси Геннадий Мамаев. По его словам, в регионе нужно наладить выпуск комплектующих для гражданских самолетов, например, для российского Ту-204. Поддержал Мамаева глава кировского машиностроительного предприятия Эдуард Носков. По его мнению, это вывело бы кооперацию предприятий на новый уровень. Однако он считает это труднодостижимой задачей, поскольку в области нет предприятия по авиационному производству. Экономика. На 101 ФМ. Строительство нового завода в Кировской области хотят вложить 400 миллионов. Планы по выпуску клееной фанеры в Мутнинском районе озвучил инвестор из Татарстана. Зеленодольский фанерный завод. Проект планируется реализовать в 2017-2020 годах. Выход на проектную мощность в 2021 году. Представители инвестора уже встретились с кировскими чиновниками, депутатами и общественниками, чтобы обсудить начальную стадию проекта, предполагаемые формы господдержки, кадры и другие вопросы. Предприятие должно создать 450 рабочих мест и принести в бюджет 55 миллионов рублей поступлений. Экономика. Фабрики холдинга пытаются продать с прошлого лета. Малый бизнес в моногородах получит финансовую поддержку. Деньги можно будет получить на компенсацию за трат по договорам лизинга, на субсидирование, покупки оборудования, помещения, оплату коммунальных услуг. На поддержку бюджета смогут рассчитывать субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные в Лузе, Вятских полянах, Кирсе, Белой холунице, Амутнинске, Кирово-Чепецке, Уржуме, Красной поляне и в Стрижах. Субсидии для бизнеса в моногородах предоставляются с 2010 года. С этого года круг получателей ограничили малым бизнесом. Вятские фанерные комбинаты штрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства. По данным областной прокуратуры, это было связано с приемом на работу бывшего госслужащего. По закону у нового работодателя, бывшего чиновника, есть 10 дней, чтобы сообщить на предыдущее место работы о контракте. Вятский фанерный комбинат этого не сделал. Он получит штраф в 50 тысяч рублей. Всего в первом полугодии прокуратура выявила 10 фактов приема на работу бывших госслужащих с нарушением требований закона. Напоследок, коротко, несколько цифр. 16 уголовных дел завели в Кирове за эффективную регистрацию юридических лиц. 15% жителей Кировской области могут стать участниками программы продовольственной помощи малоимущим, если она будет запущена. На 11% выросла собираемость налогов в этом году. В завершение валютах доллар подешевел на 16 копеек и стоит 59 рублей 8 копеек. Курс евро 68 рублей ровно. Снижение составило 27 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.